МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Культура как стиль жизни. Он позволяет не только закрепить имеющиеся положительные тенденции, но и придать новый импульс, обогатить новыми идеями, свериться с требованием меняющейся реальности. В Москве прошло заседание Оргкомитета по проведению в России года культуры. Маленькая героиня. Эльза сказала, хочу спать. Мы легли спать. Лена в другой кровати, отдельную спальную, а мы с Эльзой в один кровать. Где пока родители спят. Родителей не было пока что дома. Я ложилась, чтобы Эльзу устут, и сама тоже вместе уснула. Проснулась я из-за того, что был дым. Я встала, неплохо было разговаривать. Ну, как в роту дым был. Я первая подумала, надо разбудить Эльзу с Леной, нельзя бросить так своих сестренок. Десятилетняя Оля Ярисова вывела из горящего дома своих сестер. К наплыву дачников готовы. Составность будет в будни два вагона, в праздничные дни три вагона. Как горячий сезон скажется на работе железной дороги. Что год культуры нам готовит? Сегодня в Москве глава Чувашии принял участие в заседании Оргкомитета по проведению в России года культуры. Помимо глав регионов и федеральных чиновников, в заседании участвовали и деятели культуры. Марк Захаров, Владимир Спиваков, Илья Глазунов, Олег Табаков и другие. Главная задача, по мнению членов Оргкомитета, это дальнейшие масштабные преобразования в сфере культуры. Необходимо приложить все силы и сделать так, чтобы даже в самом дальнем уголке нашей большой Родины люди смогли видеть своими глазами шедевры отечественной культуры. Из Москвы наш корреспондент Дмитрий Ковалев. Последний раз члены Оргкомитета по году культуры собирались только в октябре. И вот спустя полгода в Москве было решено провести расширенное совещание. Министерство культуры пригласили известных артистов, режиссеров, директоров федеральных телеканалов и региональных чиновников. Возглавило это заседание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что год культуры стартовал эффектно по всей стране. Жители многих регионов уже успели оценить шедевры искусства, которые были привезены на выставки даже в удаленные города. Но в плане Оргкомитета еще множество масштабных фестивалей. Они удивят даже самых искушенных зрителей. Но год культуры это не только зрелищное мероприятие, подчеркнула Матвиенко. Скоро будет принят новую федеральность закона культуры. А каждые пять лет в стране и вовсе планируют отмечать юбилеи года культуры. Вот такие наполеонские планы. Это вовсе не изобретение велосипеда. Такой формат применяется за рубежом, в том числе и в Организации Объединенных Наций. Он себя хорошо зарекомендовал. Он позволяет не только закрепить имеющиеся положительные тенденции, но и придать новый импульс, обогатить новыми идеями и свериться с требованиями меняющейся реальности. Итогом этой работы должны стать не только масштабное преобразование собственного отрасли культуры, но и качественные изменения вообще в общечеловеческой культуре. Культуре общения, управления, труда, не исключая и культуру законотворчества. Членом Оргкомитета были интересные региональные инициативы. Глава Чуваши Михаил Игнатьев рассказал о том, свидетелями каких событий в год культуры станут жители и гости республики. Фестивали, которые уже полюбили все, продолжатся. Масштабный культурный марафон ожидается уже этим летом. Планируется до конца этого года реконструировать дворцы культуры в Чебоксарах, филармонию, здания и ряда сельских учреждений. Большие денежные средства предусмотрены и на повышение заработной платы работников отрасли. Если говорить о финансировании сферы культуры, то в текущем году на эти цели в республике из всех источников финансирование направляется полтора миллиарда рублей. Это ростом к уровню прошлого года на 10%. Не буду отнимать ваше время перечисления мероприятий, которые запланированы по проведению года культуры. Они закреплены в наших решениях, их тысячи, и они проходят в каждом городе, в каждой деревне, на каждой улице. И мне остается добавить, что уже сегодня в Москве было принято решение о том, где завершится год культуры. Эффектную точку всем мероприятиям поставят в Санкт-Петербурге на масштабном форуме уже в декабре. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика, из Москвы. В 2013 году в России учредили премию для молодых героев «Горячее сердце». Вручают ее неравнодушным ребятам, которые совершили по-настоящему мужественные поступки. В этом году церемония награждения пройдет в Москве 23 апреля. Нагрудным знаком «Горящее сердце» наградят 128 человек. Среди них и жительница Чувашии, 10-летняя Оля Ярисова из села Октябрьское. Она вывела из «Горящего дома» своих сестер. Подробности в сюжете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Она постоянно улыбается, мечтает стать учителем танцев и обожает играть с сестренками. Примерно так же девочки веселились и 13 сентября 2013 года. «Эльза сказала, хочу спать. Мы легли спать. Лена в другой кровати, отдельную спальню, а мы с Эльзой в один кровать, где пока родители спят. Родителей не было пока что дома. Я ложилась, чтобы Эльзу устут, и сама тоже вместе уснула. Проснулась я из-за того, что был дым. Я встала, неплохо было разговаривать, ну, как в роту дым был. Я первая подумала, надо разбудить Эльзу с Леной, нельзя бросить так своих сестренок». Сестры убежали к соседям в одном нижнем белье. Признаются, было жутко страшно. Оказывается, загорелась старая электрическая печка, обогревающая дом. Родители, которые уехали по делам в столицу республики, узнали о пожаре по телефону. Мама до последнего не верила, что горит именно их дом. Вот обратно, когда уже приехали, она видит, что огонь уже, там пламя выходит, видно уже, оттуда дороги уже, когда приезжали. И когда приехали, она с машины уже вышла и в обморок упала. Сейчас Ярисовы живут в квартире родственников. Недавно в семье появился наследник. Свой первый день рождения Федя будет отмечать уже в новом доме, строить который помогает все село. А пока провожает отважную сестру в Москву. Нарядное платье, белые банты и фотоаппарат легко умещаются в скромной сумке. Честно говоря, брать с собой особо нечего. Все вещи сгорели. Да и в них ли счастье. А что самое ценное твое сгорело? Что вот ты жалеешь прям, что не вернулась? Кошку. Кошка сгорела? Да. Олей гордятся все, кто ее знает. Да и сама она, пусть и не скромна, но считает себя настоящим героем. Потому что Сельза и Лену спасла. Если бы их не спасла, они бы больше не были. Когда мы уезжали, мы всегда говорили, Оля, ты остаешься за старшего. И все ответственность на тебя уже. Когда уходить будете, например, все у тебя спрашивали. И чтобы ты знала, куда дети уходят или кто-нибудь. Вот это все наказывали ему, чтобы было все хорошо, чтобы дома. Она за все отвечала. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Дачный сезон открыт. Многие горожан волнует вопрос, как и на чем добраться до своего участка. В горячей паре готовятся не только садоводы-огородники, но и железнодорожники. Из столицы Чувашии с железнодорожным транспортом в пригород можно уехать только в направлении Канаша. Осуществляет эти перевозки в нашем регионе, как и в восьми других компания Содружества. Еще задолго до начала дачного сезона в феврале тарифы выросли. Цена на одну 10-километровую зону поднялась с 22 до 24 рублей. Таким образом, билеты с Чебоксар до конечной точки города железнодорожников обойдется в 264 рубля. Кроме федеральных льготников, а это участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, участники ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС и так далее, скидки делают школьникам и студентам-очникам. А вот региональным льготникам, то есть, к примеру, ветеранам труда и труженикам тыла, никаких скидок не предусмотрено. Но, несмотря на такую политику, недостатков пассажирах нет. В дачный сезон количество составов решили увеличить. С 15 апреля, то есть с начала дачного сезона, составность будет в будни два вагона, в праздничные дни три вагона. На сегодняшний день считаем это достаточно. Для обслуживания пассажиров у нас установлено два билетопечаточных автомата в фойе, будем говорить, вокзала. И такого ажиотажа, будем говорить, в приобретении билетов, оформлениях на сегодняшний день ничего нет. Связано это и с тем, что своей кассы у перевозчиков в Чебоксарах нет. Поэтому билет можно приобрести уже в вагоне, либо вот в таком терминале. В обращении с ним ничего сложного нет. А если возникнут трудности, оформить билет помогут так называемые разъездные билетные кассиры. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. Антимонопольная служба Чувашии подвела итоги за первый квартал 2014 года. За три месяца в управление поступило 204 заявления о нарушениях антимонопольного законодательства. После тщательных проверок было возбуждено более 30 дел. В Новочебоксарске несколько лет бюджетное учреждение неправомерно взимало плату за выдачу разрешений на землеустроительные работы и за присвоение адресов, номеров объектам недвижимости. Антимонопольная служба обратила внимание на незаконность действий учреждения. В законе нигде не сказано, что эти действия органы местного самоправления должны осуществлять за плату. Соответственно, это определенное административное бремя, административный барьер для предпринимателей, который устанавливали городские власти для того, чтобы обеспечить доход, незаконный доход для бюджетного учреждения. А вырученные средства пополняли даже не бюджет города, а карман созданного учреждения. Сейчас по предписанию антимонопольной службы все решения отменены. Перестали взимать плату за выдачу разрешений на землеустроительные работы. И более того, те, кто до этого платил за подобные услуги, сейчас могут вернуть свои деньги в судебном порядке. Среди нарушителей антимонопольного законодательства руководители муниципалитетов встречаются нередко. Так, по данным УФАС по Чувашии, в Урмарском районе земельный участок был предоставлен предпринимателю для строительства киоска, а бизнесмен решил возвести капитальное строение. Таким образом, произошло нарушение прав других предпринимателей, которые тоже могли претендовать на этот участок. Создание преимуществ отдельным предпринимателям с нарушением публичного порядка предоставления земельных участков нарушают конкурентную среду. Всего же в первом квартале 2014 года к административной ответственности привлечены 18 физических и юридических лиц. Они оштрафованы на общую сумму более 3,5 миллионов рублей. Среди нарушителей в УФАС числятся и должностные лица органов власти. Они тоже пополнили бюджет на 180 тысяч рублей. Татьяна Трофимова, Антон Вовк, Республика. С 18 по 22 июня в Чувашии пройдет 21-я межрегиональная выставка «Регионы сотрудничества без границ». Выставка пройдет под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Сегодня в Доме правительства обсуждали ход подготовки к мероприятию. Участниками выставки традиционно станут предприятия Чувашской Республики, иностранные производители, компании-дистрибьюторы. А также предприятия Организации регионов России. Общая площадь, форма более 5000 квадратных метров. На выставке будет представлена экспозиция органов власти. В этом году ее решили посвятить Году культуры. В экспозиции Республики будут отражены инновационное промышленное развитие, агропромышленный комплекс, строительство, экология, здравоохранение, культура, спорт, туризм и другие направления. В эти минуты в Чувашском государственном театре оперы и балеты идет первый спектакль международного балетного фестиваля. С 22 по 26 апреля ценители хореографического искусства ждут не только премьеры, но и уже полюбившиеся спектакли. Откроет праздник премьеры «Тысяча и одна ночь». Этот балет на Чувашской сцене впервые был поставлен четверть века назад, однако сейчас будет представлен в новой редакции. Это будет нечто новое, авторское и кардинально отличающееся от классической версии. 23 апреля чебоксерские зрители увидят балет «Адана Корсар» в постановке Марийского государственного театра оперы и балета. «Лебединое озеро» Петра Чайковского 25 апреля познакомит публику с исполнительским творчеством столичных мастеров. Галоконцерт 26 апреля превратится в настоящий фейерверк кружевных пай, порадует публику выступлением отечественных и зарубежных виртуозов балетного искусства, а также звезд чувашской сцены. Если в театре оперы и балета открытие фестиваля, то в Чувашской государственной филармонии камерный оркестр закрыл свой концертный сезон. Он завершился концертом для школьников. Камерный оркестр – небольшой коллектив. Обычно в нем состоит от 4 до 12 музыкантов. Ядро оркестра, ансамбль, исполнители на струнных инструментах, скрипках, альтах, виолончели, контрабасе. Камерный коллектив Чувашской филармонии основан в 89-м году известным дирижером Валерием Важоровым. В первый состав оркестра старинной и современной музыки вошли выпускники Казанской, Саратовской, Нижегородской консерваторий, а также Чебоксарского музыкального училища. Сейчас коллективом руководит скрипача, выпускник Нижегородской консерватории Сергей Григорьев. 21 апреля в зале филармонии собрались ветераны и учащиеся общеобразовательных школ. Зрителям были предложены необычайно яркие, но совершенно не похожие друг на друга произведения Баха, Вивальди, Моцарта, Пабло де Сарасаты и Глиера. В Литературном музее отметили 100 лет со дня рождения народного писателя Чуваши Хведера Уяра, автора исторического романа «Тиньота». Федор Ермилович Афанасьев родился в 1914 году в Самарской губернии, учился в Хабаровском педучилище Чувашском педуниверситете. Его первые произведения были напечатаны в 1930 году в журнале «Капкан». В 1956 году будущий народный писатель переехал в Чебоксары. В невеликой Отечественной войне писатель находился в рядах действующей армии. За проявленные мужество и отвагу награжден боевым орденом и медалями. Хведер Уяр – автор многих рассказов, очерков, путевых заметок, воспоминаний. Он известен и как переводчик. Им переведены на чувашский язык рассказы Чехова, Гарина Михайловского, Габриловича и других. Одним из лучших произведений Хведера Уяра является роман «Тинета», представляющий широкую картину жизни, труда и классовой борьбы в Чувашской деревне накануне Акрамовского восстания 1842 года, в котором принимали участие чувашские, марийские и русские крестьяне. Роман был переведен и на русский язык. Умер писатель в 2000 году. Он был какой-то непрактичный, и в основном все хозяйство, всегда все было на маме. А он в основном занимался своей литературой, и читал, и вникал. Таким был этот день глазами корреспондентов программы «Республика». Далее вы узнаете о победителях региональной бизнес-премии. А я, Ольга Пырочкина, с вами прощаюсь. До завтра. В Чебоксарах прошла первая ежегодная региональная бизнес-премия 2014. Стали известны лучшие компании, которые выделяются не только качеством своего продукта, но и являются лучшими благодаря высокому стандарту клиентского сервиса. Специальная экспертная комиссия, опросив жителей республики, определила самых достойных номинантов. Их оказалось ровно 100. В торжественной церемонии награждения лауреатов приняли участие официальные партнеры и спонсоры данного проекта, а также члены экспертной комиссии. Генеральным партнером выступила компания «Телетрейд». Она произвела розыгрыш чеков номиналом 1, 2, 3, 5 тысяч долларов. Мы очень рады поддерживать такие проекты. Наша флагманская задача – это дать всем предпринимателям, бизнесменам и управленцам новые инструменты для развития бизнеса. Поэтому присоединяйтесь к компании «Телетрейд». Я уверен, вместе мы станем успешнее. Сегодня мы на премии открываем новую тему – это клуб добрых дел. И поэтому мы сегодня заявим об этом. И хотим, чтобы все компании, которым интересно тоже социальная миссия, присоединились к нам, поддержали нас. И мы вместе бы с ними все это сделали. Проект новый. Очень хочется, чтобы он прижился у нас в городе. И данная премия стала уже традиционной, так скажем. Развитие бизнеса и в целом же республики – это очень ответственная часть. Я думаю, что каждая компания, организация должна способствовать этому в силу своих возможностей. В рамках региональной бизнес-премии 2014 выделено 20 номинаций. Награждены лучшие по направлениям производства дверей, салон красоты, страховые компании, кинотеатры, автосалоны, автосервисы, медицинские центры, аптеки, окна и другие. Компания «Телетрейд» не понаслышке знает про высокие стандарты клиентского сервиса. На протяжении 20 лет является лауреатом многочисленных премий. Компания «Года» – лучший брокер в Европе, имеет более 300 представителей в 22 странах мира. Лузунг «Телетрейда» – деньги, свобода, будущее. Лузунг «Телетрейд» Лузунг «Телетрейд»